В эфире новости региона в студии Анна Рязанова. Добрый день. Два инспектора Пинежского заповедника погибли у деревни Голубина этой ночью. Тело одного из них до сих пор не найдено. По предварительным данным, когда лодка перевернулась, в ней находились трое мужчин. Одному удалось выбраться на берег самостоятельно, два других погибли. Следственный комитет проводит проверку, по мнению спасателей. Рыбаки ставили сети и не соблюли правила безопасности на воде. А теперь в областной центр. Судьба скандально известной пушки наконец-то окончательно разрешилась. Сегодня ночью зенитку вернули в Парк Победы. Так решили архангелогородцы. На сайте администрации за то, чтобы пушка вернулась на прежнее место, проголосовали более 500 человек. После обследования фонившей зенитки, специалисты Беломорской военно-морской базы выяснили, что на пушке были установлены четыре детали, которые излучали повышенную радиацию. Сейчас фон каждой из них колеблется от 12 до 15 при допустимой норме 20 микрорентген в час. Измерения проводились с поверенными приборами. Было сделано двумя приборами. Акты все имеются на руках. Соответственно, органы это всё предоставили, документации. Так что люди могут спокойно сейчас приводить своих детишек, чтобы они общались. Радиационный фон в норме. Напомним, что скандал разразился 3 июля, когда архангелогородец обнаружил, что радиационный фонд пушки значительно превышает норму. Тогда специалисты МЧС экстренно увезли её в Приморский район на полигон Беломорской военно-морской базы. К другим темам. Очередная коммунальная катастрофа в доме 18 по улице Шабалина в Архангельске. В деревяшке рушится печь, вслед за ней начали проваливаться полы. Жительница двухэтажной деревяшки в центре Архангельска два месяца назад проснулась от звука рушащейся в квартире печи. К счастью, никто не пострадал. Но как зимовать в таких условиях, женщина не представляет. Давай помажем немножко, а то что-то страшно больно поберем. Она упала ночью, мы напугались, она упала прямо туда. И мусору этой прийти нельзя было ночью. И вот сейчас уже, конечно, лето не топим, а вот осенью как. По словам пенсионерки, последний раз деревянные сваи здесь меняли в 2000 году. С тех пор они прогнили, и под тяжестью печи пол стал проседать. В управляющую компанию писали всем домом. На исправление ситуации отправили рабочих. Плотники полезли под дом. Они выходят, а я как раз стояла на пороге. Я говорю, ну как? Он говорит, женщина, мы жить хотим у нас, у каждого семья. Если мы туда полезем со своими, мы, говорит, живыми не вернемся. Как прокомментировали ситуацию в управляющей компании и какой возможный выход из ситуации? Об этом в вечернем выпуске новостей в 19.20. В Архангельской области возродят ремесло строительства поморских карбасов. Это было заявлено на встрече губернатора Игоря Орлова с участниками экспедиции «Поморский карбас». Напомню, его инициаторы 17 июля завершили свое экспериментальное путешествие по Белому морю. Еще в начале лета ребята взяли старую модель поморского карбаса в Краевеческом музее и сделали ее большую копию. Вашка. Так называли карбас, созданный на берегу одноименной реки в селе Лишуконское. Оттуда на нем группа энтузиастов и отправилась в свое первое водное испытание через мизень на Соловки. 780 километров и 10 дней путешествия на судне позволили сделать интересные выводы. Мы сделали вывод, что построили мы прототип лоцманского карбаса, лоцманской службы, которая была здесь на Северной Двине в старину. Вот на таких карбасах вывозили лоцманов на рейд, когда встречали судно издалека. За плечами Евгения Шкарубы сотни морских миль и десятки стран. Но Белое море оказалось одним из самых сложных в его практике. И тем не менее, по словам морехода, поморье обладает широким потенциалом для развития туризма на шлюпочно-весельных судах. Здесь большие отлоги берега песчаные. В любом месте можно высадиться, вытащить лодку, спрятаться от непогоды. Есть небольшие речушки, в которые можно на полной воде зайти. Одним словом, идеальное место для туризма. Создатели проекта, члены клуба «Морские практики» в разговоре с губернатором отметили, что для строительства таких классических старых судов сегодня не хватает чертежей. И добавили, что собираются издать книгу о Карбасе и продолжить строительство судов такого типа. Это все энтузиазм. Это такой профессиональный энтузиазм. Но он требует соответствующего обустройства с нашей стороны. И мне хотелось бы, чтобы мы этим тоже занялись. Каждый шаг проекта с самого начала фиксировала съемочная группа из Москвы. В ближайшее время планируется выпустить фильм о деталях экспедиции. Михаил Меньшанин, Владлена Романова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В Архангельске сотрудники полиции задержали подозреваемого в Сирии краш велосипедов. Преступления были совершены в прошлом месяце. 26-летний Архангел Огородец похищал велосипеды из подъезда в домов областного центра. Как установило следствие, на совести подозреваемого – 7 украденных байков стоимостью от 3 до 17 тысяч рублей. «Злоумышленник заходил в дома, расположенные в Октябрьском и Амурсском округе города Архангельска, откуда похищал велосипеды. Если велосипед был закреплен с помощью противоугонного троса, то злоумышленник использовал инструмент, которым перекусывал данный трос». Украденные велосипеды злоумышленник сразу же продавал за бесценок. Это был его единственный источник дохода. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двухколесные друзья уже вернулись к законным владельцам. Плесецкий район отметил 85-летие. Специально к юбилею среди жителей провели опрос, что, по их мнению, может претендовать на звание чудес местного края. Было предложено более сотни вариантов. После долгих споров и итогового голосования выбрали семь, которые теперь стали не только брендом Плесецкого района, но и вдохновляют местных активистов на создание настольных игр, рассказывает Алексей Шемякин. Если взглянуть на карту Плесецкого района, то словно бабочка оберегает этот край своими крыльями. И это ли уже не чудо само по себе? Мысли выбрать чудеса зародились еще в 2011 году. Тогда местные молодые активисты обратились к жителям района поучаствовать в конкурсе. В 2011 году стояла в районном молодежном совете. Там еще были мысли, что вот надо бы, у нас столько много достопримечательностей в Плесецком районе, что надо бы придумать что-нибудь. Долго о ней думали. Потом в 2014 году нашли чудеса, то есть общим голосованием выбрали очень много чудес, и общим голосованием выбрали семь чудес. Тогда никто и не ожидал такого отклика. Выбор был непростым. Ведь каждый из предложенных, будь то памятников или природных явлений, заслуживал внимания. В итоге среди семи чудес родник в деревне Закумихинская, сюда за водой приезжают даже из Мирного, семипролетный мост на Городнях, единственный на севере, святой источник преподобного Антония Сийского, водопад на реке Нижний Ик, Благовещенская церковь, единственный сохранившийся на севере образец Клецкой церкви с бочковидным покрытием, лиственничная роща занимает 90 гектаров, а возраст деревьев около 400 лет, и небеса иконописца Федора Иака. Позже у местных активистов появилась мысль воплотить семь чудес в виде игры. Написали проект, выиграли грант в 50 тысяч рублей, сами сделали эскизы, сами рисовали. Не обошлось и без трудностей. Самым сложным для нас было найти издательство, которое бы взяло в работу маленький тираж. Потому что типографии не берут обычно маленькие тиражи. И для того, чтобы создать эту игру, нам пришлось заказывать листы разноцветные, напечатанные, и коробки мы клеили сами. В итоге 12 комплектов настольной игры для детей дошкольного и младшего возраста увидели свет. Теперь малыши уже в детском саду получают первые представления о географии родного края. Кстати, все подобные начинания и идеи жителей Пресецкого района поддерживают местные власти. Здесь очень многое зависит от тех людей, которые, ну, неравнодушных людей, которые могут найти на территории того или другого муниципального образования вот ту изюминку, которая могла бы заинтересовать потенциальных турческих туристов. У нас есть много сегодня посылов от жителей местных, скажем, муниципальных образований, такого сельского уровня, которые готовы развивать на территории своих муниципальных образований вот эту вот турчийскую составляющую. Но их надо учить этому. Проектов по развитию туризма в Плесецком районе немало, и сейчас идет их активное продвижение. Местные жители хотят, чтобы их край вызывал гордость не только, когда упоминают космодром или кинозерия. Здесь много и других прекрасных мест. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. Информационные итоги дня подведем сегодня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь.